Владислав Викторович, уважаемые коллеги! Среди гириатрических синдромов в ортопедической практике на сегодняшний день уделяется большое внимание саркопении и остеопении или остеопорозу. И в начале своего доклада я позволю себе остановиться на исторических аспектах данных нозологий. Если к термину остеопороз мы уже привыкли, впервые он написан в литературе в начале 19-го столетия, то термин саркопения был предложен для использования и он введен в практику только в 1989 году Ирвином Розе и Мирка. Первая дефиниция относительно остеопороза была предложена в 1993 году в Всемирной организации здравоохранения и уже через год были разработаны и внедрены в практику диагностические кригории для диагностики постминопоциального остеопороза. Дефиниция относительно саркопении первая была опубликована и представлена Европейской рабочей группой по диагностике саркопении только в 2009 году. И необходимо отметить, что за последние 10 лет по саркопении проводится огромное количество исследований, результаты которых заставили снова собраться Европейскую рабочую группу по саркопении. В прошлом году было две встречи, в результате работы которых был разработан и обновлен Европейский консенсус по диагностике саркопении. И в январе этого года, 2019 года, этот консенсус был опубликован. Изменилась дефиниция саркопении, согласно которой сегодняшний день саркопения – это прогрессивное и генерализованное заболевание скелетных мышц, которое ассоциировано с повышенным риском падения, переломов, нарушениями двигательной активности и летальности. Кроме того, что важно на сегодняшний день, изменились диагностические критерии саркопении. Если еще год назад для установки саркопении мы использовали основной критерий, первая стадия саркопении – это снижение массы скелетных мышц, то на сегодняшний день обведена новая основная критерия, поменялись местами снижение силы скелетных мышц. Соответственно, изменились и стадии саркопении. Для установления вероятности саркопении первой стадии саркопении достаточно определить у пациента снижение силы скелетных мышц. В 2016 году диагноз саркопения уже был официально включен в международную классификацию болезней и имеет соответствующий код. В 2009 году американскими учеными, среди которых и Нейн Винкли, который приедет к нам на конференцию 21 октября и будет тоже предоставить доклад, по саркопении и старению, данными учеными был внедрен в практику новый термин остеостаркопении, который является гериатрическим синдромом и характеризуется наличным пациентом остеопении или остеопороза и саркопении. Таким образом, проведено немало исследований, в которых была подтверждена возраззависимая потеря как костной, так и мышечной ткани, что соответственно ведет к саркопению и саркопению и стаопорозу. И было доказано, что при наличии этих двух состояний достоверно увеличивается частота падений, остеопоретических переломов, ухудшается качество жизни, увеличивается заболеваемость и летальность. Первые исследования по саркопении и стаопорозу по этим двум состояниям необходимо отметить, что проводились у пациентов при наличии низкоэнергетических или остеопоретических переломов, особенно относительно шейки бедренной кости. Было доказано, что в этой категории пациентов с переломом шейки бедренной кости саркопения и стаопороз наблюдается более чем в 10% случаев. Кроме того, при наличии остеостропении летальность увеличивается почти в два раза по сравнению с пациентами без наличия этих двух состояний при наличии перелома шейки бедренной кости. Распространенность саркопороза у лиц общей популяции в исследовании, публикованном в 2015 году, было установлено, что у мужчин встречается 10% случаев у женщин в 15%. Патогенез состой саркопения видим мультифакториален, здесь, безусловно, играют важную роль и эндогринные факторы, имеют право на жизнь и механостатическая теория, физическая активность, внешний фактор, эндоминдэ, и, соответственно, они указывают свои как положительные, так и негативные эффекты. Многие авторы, многие исследователи обращают внимание на общие факторы риска, как остеопороза, так и саркопении. Мы видим, насколько они являются едиными, и, кроме того, эти же исследователи рекомендуют их изучать, использовать в своей практике для выявления вторичных форм саркопении. Рекомендованы и диагностические тесты для определения вторичных форм саркопении, а именно определяем уровень витамина D, кальция, парагармоны, соотношение креативей на клубочковой фильтрации, альбумина и уровень тестостерона в сыворотке крови. Диагностика саркопения. Для оценки костной массы и массы скелетных мышц на сегодняшний день золотым стандартом все-таки является двухфотомная рентгеновская абсорциометрия, с помощью которой мы можем определять и минеральную плодность костной ткани, оценивать ее микроархитектонику, выявлять деформации тел позвонков, а также оценивать особенности телостроения наших пациентов, обезжиренную и жировую массу. Тоже хотела бы отметить, что в результате данного европейского консенсуса были обновлены трезные точки диагностики саркопении. Они несколько изменились и относительно и силы, массы и функции скелетных мышц. Профилактика и терапия остеосаркопении рекомендуется прекращение, безусловно, вредных факторов риска, это курение, злоупотребление алкоголей, коррекция употребления белка, назначение витамина D, коррекция употребления кальция, лечебная физическая культура и фарма-алкологические методы лечения остеопороза. Остеосаркопении и употребление белка. На данном слайде представлены результаты, рекомендации многих исследователей. Мы видим, как разняются цифры относительно того количества белка, которое необходимо людям пожилого возраста. Мы в основном рекомендуем от 1 до 1,5 г на 1 кг массы тела в день употреблять белок. Метаанализы относительно остеопороза и употребления белка. Результаты этих метаанализов показали, что употребление белка приводит к улучшению минеральной плотности, костной ткани, уменьшает риск остеопоретических переломов, то есть имеет продуктивный эффект на минеральную плотность костной ткани. Метаанализы по саркопении и употреблению белка показали, что при употреблении белка от более 1 г на 1 кг в день требует к улучшению функциональных возможностей скелетных мышц и их силах. И особенно, особенно в 2017 году тоже был опубликован анализ, который показал, что употребление белка в комбинации с физическими упражнениями приводило к улучшению показателей обезжиренной массы, сил и ее силы в сравнении с лицами, которые не выполняли лечебно-физической культуры. Оптимальным же количеством белка для безпожилого возраста, согласно рекомендациям по питанию и ведению пациентов саркопении является 1,2-1,5 г на килограмм в день. Остео саркопения и витамин D. На данном слайде представлено влияние витамина D, которое является, можно сказать, перекрестным медиатором, который различными путями с помощью неокинов и остеокинов влияет на костную ткань и оказывает вероятный положительный эффект на данные ткани. Согласно метаанализам, опубликованным по остеопорозу и витамину D, то на сегодняшний день существуют определенные противоречия, не указывая то, при тактильном действии витамина D на риск падения и возникновения переломов. Другие это отрицают. Саркопения и витамин D в перекрестном исследовании 2009-2010 годов было установлено, что риск саркопении возрастает почти полтора раза при уровне витамина D ниже 10, то есть тяжелом дефиците. Также было установлено, что в проспективных исследованиях низкий уровень витамина D ассоциирован с повышенным риском развития грязности у наших пациентов. При назначении витамина D у пациента в течение 6 месяцев во многих исследованиях было показано, что мышечная сила увеличивается почти на 25%. Таким образом, витамин D имеет положительное влияние на силы, функции скелетных мышц. Но на сегодняшний день остается открытым вопрос о дозе, способе введения витамина D и, безусловно, длительности этой терапии относительно профилактики и лечения саркопении у лиц старших возрастных групп. Остая саркопения и лечебная физкультура. Известно, что силовые анаэробные физические упражнения имеют достоверно более значимый эффект на костную и мышечную ткани, соответственно, предотвращая развитие остеопороза и саркопении. И сегодня во многих статьях и рекомендациях описано, что цикл занятий по 30 минут хотя бы 2 раза в неделю считается минимум и уже приводит к значительному увеличению мышечной силы у лиц старших возрастных групп. Метаанализ и остеопороз по лечению физкультуры. Согласно последним метаанализам было установлено, что при выполнении силовых физических нагрузок достоверно улучшается генеральная плотность костной ткани на разных исследованных участках скелета. Относительно метаанализов по саркопении и лечебной физкультуре, то здесь тоже, если пациенты занимаются в течение 6 месяцев и более, было установлено, достоверно уменьшается частота падения и улучшаются функциональные возможности скелетно-мышечной ткани и сила скелетных мышц. Остеосаркопения и фармакологические препараты. На данном слайде старались так объединить использование тех препаратов, которые мы используем не только мы и в Европе, а в лечении остеопороза и влияние их на остеопороз и саркопения. Относительно бисфосфалатов, все же здесь больше изучено их влияние только на костную ткань, поэтому я предоставила только доносумаб. В одном из самых известных исследований Фридом, 10-летним исследованием, было доказано, что, безусловно, доносумаб приводит к достоверному улучшению нейральной плотности костной ткани. Но, что интересно, и изучали влияние доносумаба и на мышечную ткань. Было выявлено, что у пациентов, у данной категории пациентов наблюдалось достоверное оснежение частоты падений, улучшалась сила скелетных мышц, функция и масса скелетных мышц не изменялась. Тестостерон. Относительно влияния тестостерона на остеопороз, то внутри мышечной леденией тестостерона было отмечено улучшение показателей нейральной плотности костной ткани на уровне позвоночника. И также во многих исследованиях сейчас изучалось влияние тестостерона на состояние мышечной ткани. И было отмечено, что у пожилых мужчин со сниженным уровнем тестостерона и слабостью мышц при назначении тестостерона улучшается масса, сила и функция скелетных мышц. Но относительно тестостерона все же мы хорошо помним его побочные эффекты, особенно у мужчин пожилого возраста. Это и рак пристательной железы, и со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому на сегодняшний день активно изучаются селективные препараты относительно влияния на андрогеновые рецепторы. Самототропный гормон. Самототропный гормон ледоанализа был установлен, что при изучении его влияния на состояние нейральной плотности костной ткани было установлено достоверное снижение риска переломов, что интересно. Но влияния на нейральную плотность костной ткани достоверного не было выявлено. Относительно саркопении проведено немало исследований, и было установлено, что при назначении самототропного гормона достоверно улучшались и сила мышечной скелетной мышцы при длительном назначении самототропного гормона. Но мы его тоже активно не используем, описаны детально, я уже не буду останавливаться. И причины, почему самототропный гормон, все-таки внешнее его введение, не является столь эффективным у наших пациентов. На сегодняшний день... Спасибо. На сегодняшний день заканчиваем. На сегодняшний день... Куча конечка. Да. Что замерзли. А в следующий раз мы не ставим конечка. На сегодняшний день активно изучается эффективность антитилпиностатину и как лечение ее остеопороза, так и саркопении. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы? Даня, можно? Да, конечно. Пожалуйста, о белке вы говорили, да? А какого типа белок, в общем-то, его рекомендуется для... Ну, как они называют высококачественный белок, они разрабатывают... Европейцы разрабатывают различные смеси, и раньше относительно этого говорили, что именно лейцин обладает таким вот продуктивным эффектом на среди всех аминокислот, продуктивным эффектом относительно развития... Ну, это надо идти к телевизорологу, чтобы рассчитывалось количество этого продукта, которое необходимо быть. Вот это вот полную кистья шкала, а ты можешь зайти в российские статьи и там не рассчитать. На самом деле это так, потому что, ну, сложно это все рассчитать. Мы пытались, у нас опубликованы методические рекомендации вместе с Синёк, мы опубликовали это, все там расчеты формулы эти представлены у нас, ну, это надо садиться и рассчитывать. Ещё один вопрос. Вы говорили о самототропной гормоне, оморозии роста, но в последнее время появились... Первый вопрос, точнее, так. Последствия приёма гормона роста, онкогенный эффект. Да, это есть, и там не только это. Там много существует побочных эффектов, и корпальные синдромы, и... Ну, вообще, его как бы сам, почему его не используют? Потому что относительно... Сейчас, 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 подожди. В организме существует определенный, ну, ритм всех гормонов. И на самом деле, вот его не используют. Из-за того, что сложно отобразить этот ритм внешнего введения самототропного гормона, инъекционного введения. Поэтому, вот, есть даже такая... Он зарабатывается на счет, и до сих пор часа, максимум. Ну, давние исследования были, точнее, опыт на человеках, на мужчинах. Нехороший был опыт. Вроде бы, помогло, меньше стало падений. Ну, чуть-чуть, арасло, арасло. Совершенно верно, но потом, через какое-то время... Онкопатология, это главное. Онкопатология. Первый вопрос, совсем недавно новое предложение появилось, это использование гормона роста, по-моему, ген... Это искусственно... Искусственный гормон роста, это невыделенный гормон роста, плюс метформир. Для увеличения продолжительности жизни, предложенной американцами. Субтитры создавал DimaTorzok Так, есть еще вопросы? Нет вопросов, спасибо. И последний у нас доклад сегодня...